В Гродно заменили после первого тайма, а во встрече со Смолевичами он так на поле и не вышел. СМИ еще в воскресенье рассказывали о готовящемся переходе Виталия Лисаковича в московский локомотив, озвучивали даже сумму трансфера, примерно миллион евро и срок соглашения – 4 года. Только вот украинский тренер Шахтера Юрий Верниду по отсутствию футболиста объяснил недомоганием. Да и горнякам было кем побеждать, находящиеся в зоне вылета Смолевичи. Узбекский снайпер сделал дубль и с 12 уголами закрепился на первой строке списка лучших бомбардиров высшей лиги. Шахтеру можно жалеть лишь о том, что Джасурбек Яхшибоев останется в Солигорске только до конца сезона. Питались взять эти три очки, ну, получилось все. Партнеры прямо во время интервью поздравляют Яхшибоева с победой и голевым дублем. А на фоне символично с ребенком играет Лисакович. Разница в возрасте между узбеком и белорусом меньше года. Виталию – 22, Джасурбеку – 23. Зато легионер забил в чемпионате на три мяча больше. После ухода Яхшибоева энергетик БГУ проиграл все три матча с общей разницей мячей 3-14. Карьерные перспективы Джасурбека пока хуже, чем у Лисаковича. В конце сезона он должен вернуться в Пахтакор. Не знаю, что случилось, но ребята, у них, наверное, что-то настроение или как настроение нет, как раньше был. Мотивация уже не так, как первый круг. Если каждую игру буду забивать, ну, стараюсь. Ну, в дальнейшем другой вариант появится и посмотрим, время покажет. Хороший футболист, тоже достаточно хорошо технически оснащен, есть скорость, хорошо видит поле. Я думаю, что будущее очень хорошее у этого парня. Самое важное – ему не останавливаться, работать и приходить на поле, и точно так же отрабатывать и доказывать. Он все-таки до конца сезона только. Есть ли такое намерение его удержать подольше? Я об этом знал, когда мы его брали, но поймите меня тоже, есть задача, есть цель очень высокая. Для того, чтобы решить эту задачу и цель, мы должны были идти на этот шаг. И мы пошли, и я благодарен, в первую очередь, руководству, что они это сделали. Поэтому, а жизнь покажет, опять же. Все может поменяться, может быть, и в будущем где-то до конца, а потом опять удастся продлить или еще что-то. После интервью путь Яхшебоева к победной раздевалке закрывают фанаты. Лисакович уходит чуть позже, спокойно. Прием душа после двух часов на скамейке ему не требовался. Уходя, мы видели, как Верни Дуб что-то несколько минут объяснял футболисту. Возможно, убеждал остаться. Вот когда что-то будет, я думаю, наш пресс-аташе и клубная пресса первая об этом повестит, и все будут об этом знать. И заранее уже сколько, два месяца раздуваются эти самые. Давайте спокойно и парню дадим работать и команде. В вашей команде сразу два лучших снайпера чемпионата на этот момент? Я очень рад. Я сразу сказал, когда мы приобрели из Архипова, я тоже очень доволен, что он у нас. Парню нужно время, просто все будет супер. Я думаю, и он станет бомбардиром. Поэтому есть хорошее нападающее, есть выбор. Это супер, когда у тренера болит голова и подумать, кого выпустить, а кого с замены. С Малевичей разгромлены 4-0. Кроме Яхшибоева забивали антич и зоки, то есть легионеры. Шахтер опережает Батэ по лучшей разнице мячей, причем пропустили горняки в два раза меньше борисовчан. Опытная болельщица «Шахтера» метафорично перебрасывает репортажный мостик из Солигорска в Минск на стадион «Трактор». Бывшего горняка Николая Януша болельщики Ислыча отпускают нехотя. В матче с чемпионами он забил долгожданный сотый, а потом и 101-й мяч. 2-0. В это время на скамейке Брещан, Найок, Юзыпчук, Милевский. И прежде чем выйти на поле, Артем вступил в борьбу с судьями. Арбитр показал 11 желтых. Это повторение рекорда чемпионата. Зрелищности не доставало, хотя зрители ждали. Кто-то ближе к полю, другие под страшноватым козырьком. В первом тайме был дождь. Эти люди спрятались от осадков бесплатно под деревьями. В перерыве комментатор Сергей Мацкевич успешно договаривается на флэш-интервью с Василием Хомутовским. Никакого секрета нет, что все ребята находятся в разных физических кондициях, потому что разная степень готовности. Кто-то тренируется неделя, кто-то еще меньше, кто-то дней 10. После игры главный тренер «Динамо» нам отказывает. Можно вас на минутку? То же самое делает и Милевский. Потом мы сделали вторую попытку подойти к Артему. Все-таки он один из переболевших ковидом. И уже на пресс-конференции мы достали Сергея Ковальчука вирусными вопросами. Я в том числе не волшебник. За несколько дней подготовил команду. Насколько действительно команда была поражена? Сколько было больных? Каждый по-разному. Не было такого. Несколько групп, поэтому долго можно рассуждать. У каждого был разный срок. У каждого была разная степень, скажем так. Сколько человек было, у которых был положительный тест? А это надо медицину. Много-много. Понять Бреста я могу, потому что мы были в этой ситуации. Именно что такое физически, как это подводить, как это непросто. Когда столько футболистов убивает, конечно, сложно. Но я все равно, я считаю, что мы показали очень хорошую игру с сильным соперником. В таблице «Динамо Брест» и «Ислыч» соседи. Восьмое и девятое места. На вершине, если считать по потерянным, вместе с «Шахтером» и «Бате» находится Неман. Не сильно отстали «Минская Динамо», «Торпеда Белас», «Витебск» и «Энергетик» БГУ. На дне по-прежнему Смолевич и Белшина. В опасной зоне «Минск» сахарные команды тают на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...